Итак, выдвижение кандидатов в депутаты началось сегодня и продлится до 6 июля. Пока официально о своем намерении баллотироваться на пост главы региона никто не заявил, но думается, что в ближайшее время фамилии претендентов станут известны. Ими могут стать граждане России не моложе 30 лет, не имеющие иностранного гражданства и сумевшие пройти муниципальный фильтр, то есть каждого кандидата в губернаторы должны поддержать 8 процентов депутатов. Требование закона таково, что не менее 43 подписи должны собрать кандидаты от депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и порядка 189 от депутатов городских и сельских поселений. Каждый муниципальный депутат может поддержать только одного кандидата, поэтому у последних начинается горячая пора. Медлить нельзя, нужно срочно искать сторонников, чтобы их не разобрали оппоненты. При этом подписи должны быть собраны не только от депутатов муниципального образования, в котором проживает кандидат, а по всей области. И это еще больше усложняет процесс. Кандидаты на должность губернатора выдвигаются политическими партиями. При этом они могут и не состоять в них. Каждая партия может выдвинуть только одного своего представителя. Например, на заседании президиума Генсовета Единой России 9 июня было принято решение о выдвижении Александра Цибульского. Для важных оппонентов Александра Цибульского чаще других звучат такие фамилии, как Шевелев, Черкова, Пивков, Гривцов, Мандрыкин. Им, конечно, будет сложнее пройти муниципальный фильтр и набрать необходимое количество голосов городских, районных и поселенческих депутатов. В большинстве территорий именно единороссы составляют костяк представительных органов. Для ЛДПР пройти муниципальный фильтр будет непросто, потому что сегодня, к сожалению, количества депутатов, которые есть от нашей партии в Архангельской области, не хватает для того, чтобы подписи собрать. Сегодня депутатов от ЛДПР в Архангельской области менее ста. А значит, придется договариваться. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, КПРФ уже к этому приступила. Возможно, коммунисты вообще не будут выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Архангельской области. За это, по данным РБК, они попросят делегировать в сенаторы от Поморья коммуниста Александра Некрасова. Он родом из Северодвинска и сегодня является депутатом Госдумы от Костромской области. Издание также допускает, что среди архангельских коммунистов есть те, кто рвется принять участие в губернаторских выборах. А потому в региональном отделении Компартии возможен раскол. Есть данные, что «Справедливая Россия» в лице Ольги Епифановой также вступила в переговоры. Так что начинается интересный период. Давайте вместе следить за событиями, ведь 13 сентября нам с вами делать выбор.